Привет всем, дорогие друзья! С вами погнали! Let's play! Мы продолжаем проходить игру «Казать соседа» из России с любовью. Погнали! У нас начинается операция номер 2 «Самолёт». Уютный самолёт армии не раз возил его в путешествие. Спотичная внимательная стюардесса и опытный пилот не раз становились его добрыми спутниками. Казалось, этот полёт уже пройти успешно. И так бы всё и было, если бы за дело не взялся майор Пуллин. Благополучно попав в автомобиль отъезжающего Рубинштейна, Виктор Пуллин незамедлительно доложил в Центральный штаб о проделанной работе. Перед мысленным взором Рубинштейна уже выселись стены Кремля, а желудок довольно урчал, предвкушая тройную порцию осетровой икры. И лишь чёрная кошка, перебежавшая дорогу, заставила его вспомнить странное злоключение последних дней. Однако вскоре он приехал в аэропорт и начал с удовольствием рассматривать свой самолёт. Арнольд Рубинштейн с удовлетворением и гордостью пронаблюдал, как его шикарный автомобиль загоняют в самолёт. И не придал значения тому, что на ветру смешным хвостиком полощется серый пояс плаща, зажатого крышкой багажника. Никогда ещё майор Пуллин не был так близок к провалу. Фух, но повезло, что не спалился. Ну, давайте мы теперь праучим нашего соседа. Тут у него клеток, я так вижу, есть. Крячный ключ, мне не годится. Пойдём сюда, сходим, что-то туда... Ой, да, туалет. Давайте возьмём шампунь. Пока он там спит. В бае. Блин, он идёт сюда. Блин, мы не успеем. О, в душевую можно спрятаться. Давай, давай в душевую, прячемся. Потому что иначе он нам сейчас таких звездюлей даст. Ух, слава богу, он нас не заметил. Ну, а то, что-нибудь, сидим в душевой кабине тут. Всё, посидим, он нас не заметит. Я думаю... Конечно, надеюсь, соседушка, ты... Повыться не захочешь сейчас. Потому что если захочет повыться сейчас наш соседушка, тогда звездец будет. Давайте, мой будет, нас сапогадим. Всё, отлично. Так, ну-ка, ну-ка. Так, я надеюсь, что хоть сюда, к этому табору бы, если что, сможем подойти. То есть, если... Мы, 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 мы близки к тому, чтобы спалиться. То, чтобы можно было сюда, пускай, и спыться. Чтоб соседушка там звездюлей не дал. Погнали. Быстро. Бьём водку. Он же в Россию едет. Не удивительно, что у него тут водка есть. Быстро водку в сок добавляем. Гвардой стойку клеим, мажем. Давай-ка. Виски. Нет, 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 мы не успеем, мы не успеем туда, туда, туда. Быстро. Фух, ну что, мы не успеем просто. Мы тупо не успеем. Бардой стойке уже бейлип. Ну, сейчас он проснётся, и его всё равно език будет ждать. В виде липкой бардой стойки. Ай, моё лицо! Ой, зараза! Да кто мне бардую стойку клеим с базовым? Какая свобода чё-то сделала? Сейчас мы ему комбо сделаем. Нашему соседушке. Для начала я спажу в стакан клеим. А потом сделаем виски немножко вкуснее, добавив в него немножко шапки. Для вкуса. Не, ну а шо? На сейшеллах в коктейле, для того, чтобы они были вкуснее, добавляют чёрные жемчужины. Кстати, это не шутка-то реально, так. Чёрт-чёрт, жемчужина за тысячи долларов. Что-то, а мы... Мы более щедрыми. Вместо жемчужин добавим дорогого шампуня. Мы более щедрыми, так сказать. Шампуня же больше, чем жемчужин. Хе-хе. Ну, у нас шампуня больше. Ой, мой стакан, зараза такая. Ой, кто мне стакан выклеил? Фу. Ай, 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 ай. Как же жжёт, ай. Хе-хе-хе. Да, выпил коньяк с шампунем и запил водочкой. Шо, нормально в самый раз. Вот так вот быстро мы прошли первый уровень операции «Соболёт». Вот у нас ещё один уровень. И его мы с вами пройдём уже в следующей серии. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал. И написать какой-нибудь, какой-нибудь, какой-нибудь комментарий. Потому что я, кстати, все ваши комментарии читаю. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.